Я уже задал тебе этот вопрос. Мы как-то так пошептались с тобой на эту тему, и мне кажется, что тебе есть на что на эту тему сказать. Чем, по твоему мнению, отличается тренер от инструктора и от просто клевого спортсмена, который может показать свои коронки на семинарах или на тренировке? Отличия есть между тренером, инструктором? На твой, опять же, взгляд. Тренер введет спортсменов и дает им результат, в том числе создавая контекст вокруг его тренировок, то есть общаясь со спортсменами, настраивая их, вывозя их куда-то, создавая им условия. Инструктор этого не делает, но, допустим, он может качественнее давать какую-то информацию, может некачественнее давать. На самом деле тренер и инструктор могут в тандеме работать, ну, если мы так примерно разделяем. Вот. Спортсмен, который покажет коронки, покажет их, скорее всего, без какого-то дополнительного базы. Блин, нет, тут понимаешь, что спортсмен может быть и хорошим инструктором тоже. То есть он может быть, а может не быть. Может человек при этом быть плохим инструктором и не быть спортсменом, такое тоже бывает. То есть тут нельзя рассуждать, что оно исключает или обязательно дополняет другое. Бывает по-разному. Но и это 100% не гарантировано одно и то же. Хороший тренер, а хорошие инструкторы. Это абсолютно не гарантировано одно и то же, потому что хороший спортсмен может не заморачиваться тем, как подавать информацию, не разбивать ее на блоки, не анализировать ее глубоко, не понимать, например, что нужно давать человеку не цельное движение, а отдельные его элементы, чтобы он собрал их в цельное движение, потом уже давать цельное движение. Может давать только одну область какой-то техники, которая ему нравится. Может, в принципе, больше акцент делать на свои тренировки, а тренировки вести больше как такое хобби. Впрочем, может быть и наоборот, может быть отличный спортсмен и отличный тренер. То есть тоже разное бывает. Может ли быть хороший тренер, но плохой инструктор? Я думаю, что именно вот в таком разбросе прям хороший и прям плохой вряд ли, потому что нужно же, чтобы тренер что-то показывал. Они, эти вершины не должны друг от друга сильно отстоять. Но он как инструктор может быть, я думаю, хуже, чем тренер. То есть это нормальная ситуация. А может как тренер быть хуже, чем как инструктор. То есть он может очень круто объяснять и показывать, но не так, чтобы сильно вести людей. И может, допустим, классно вести человека, но обладать какими-то достаточно простыми знаниями. Его спортсмены могут добирать огромный массив знаний где-то еще. Но при этом он будет их основным тренером, потому что он в них вкладывается, он их ведет. И вывозит там на турниры, инвестирует свое время, свои силы в их рост. То есть, резюмирую, инструктор это человек, который может, условно говоря, хорошо, детально, методично рассказать одну тему. Ну, там, одну тему, несколько тем. Ну, вот одну тему, в рамках какого-то общего учебного, годового плана. Это, по-моему, также прекрасно может совместить их в систему. Да, разумеется. Слан тренировок и так далее. Просто он, по-моему, не сильно будет заморачиваться тем, чтобы вести людей. Но, опять же, да, это, как я понимаю эти термины, тут можно спорить о терминах. Да, да. Он скажет, что инструктор это не это, а вот это, вот это и вот это. И просто, по сути, переизобретет термин, да. То есть, он будет другое под этим понимать. Вот и все. Да, ну, то есть, а тренер это тот человек, который, ну, условно говоря, выращивает ребенка. Такой батя. Да, вот такой батя, который выращивает там... Как батька Махно. Как батька Махно. Окей, спасибо, Ильяс. Субтитры сделал DimaTorzok